Две разные противоположные реальности. На совещании одна, на автостанции другая. Транспортные чиновники организовали встречу с хозяевами рейсовых автобусов. Решили в очередной раз поговорить и предупредить о санкциях. Последней каплей стала авария дагестанского автобуса в Ставропольском крае, когда погибло 5 человек и пострадало более 30. Начальников теперь не устраивает техсостояние машин и наличие в них лежачих мест. Провести проверку в республику специально приехал специалист ГИБДД России. Он объясняет, что по закону в рейсовых автобусах могут быть установлены только сидячие места. Однако и в этом законе есть маленькая лазейка. Эти условия должны быть, я вам считаю, утверждены в установленном порядке организации изготовителем базового транспортного средства. Если это века, пишите на завод, пусть он ваши технические условия утверждает завод. Тогда вам никто вопрос не задаст. На автостанции все возмущены. От водителей до пассажиров. Говорят, что если не будет лежачих мест в автобусах, ездить на них в Москву никто не согласится. Люди предпочтут поезда. Бизнес просто поломается. Потому что цена на проезд упадет сразу. Не будет смысла здесь стоять автобусы. Тем более зимой мало народа ездит. Поток людей, перемещение уменьшается. Тем более самый трудный, когда поток людей был, и то здесь сидячие места автобус не заполнялось. Конечно, бизнес поломается. Совещание продолжается. В зале жаркие споры. Владельцы рейсовых автобусов пытаются внушить чиновникам, что лежачие места нужно оставить. Ссылаются на удобство. Возможность перевозить инвалидов и пожилых людей. Президиум твердо стоит на своем. Главный дорожный полицейский Дагестана Валерий Громов отказывается принимать доводы перевозчиков. Водитель со стажем Амар Калдузов считает, что эти совещания ни на что не повлияют. Говорит, уже 10 лет проводятся беседы и встречи. Ругают и предупреждают. Но ничего не меняется. И в этот раз будет так же. Амар приводит простой пример. По дороге из Махачкалы в Москву примерно 20 стационарных постов ГАИ. Если лежачие места запрещены, почему в таком случае уже много лет автобусы стабильно ездят туда и обратно? К тому же Амар Калдузов не согласен с тем, что лежачие места намного опаснее, чем сидячие. Сидящий человек, если даже пристегнуты ремнями, это бред ремни. Ремни поезд держат. Но лицевую часть не держит. Среднее сидение вот так, она впереди, жесткое сидение. Чаще всего люди дремают, на большое расстояние люди дремают. И он бьется лицом об эту панель. И пострадавших намного больше. Лицевые кости ломаются уже. Близится завершение совещания. В зале прозвучала мысль. Ни один автобус с лежачими местами из города не выйдет. Мы решили проверить. В тот же вечер едем на автостанцию и провожаем рейс в Москву. В северный пост двухэтажный автобус проезжает спокойно. Инспекторы даже не остановили машину для проверки документов и груза. Вот так в течение часа мы увидели еще как минимум пять автобусов, которые отправились в Москву. Мурат Магомедов, Эльдар Ибрагимов, Руслан Касумов, Хасигази Амарова. Время новостей.